Ребята, мы сейчас стоим в очереди на паром, представляете? Будем переплывать Рейн и Юрис нам... Это, кстати, Юрис. Что вы, ребят? И мы сегодня расскажем вам, кто такой Юрис. Ну и, собственно говоря, раскроем секрет, как мы оказались в Германии. Значит, смотрите. Как бы мир устроен так, что везде есть наши люди. То есть, понимаете, что у нас, во-первых, блогеров, есть такая штука, как коллаборация, когда блогер помогает блогеру, да? А второй момент, когда наши люди помогают нашим людям. Ну, например, бывший Советский Союз, пространство постсоветского Союза. Когда ты приезжаешь в другую страну, ты, конечно же, хочешь эту страну, но она тебе непонятна. Тебе надо человек, который тебе легко и просто объяснит все. В последнее время стало очень легко, потому что объяснение можно найти в интернете. А вот чтобы тебя за руку отвезли и показали, так самые помогаторы, помогалы, как их еще часто называют. Это, ну вот, нужные люди. По крайней мере, я человек такой информации, я не молод, и мне прямо это бальзам на душу. Так вот, Юрис – это тот самый наш человек в Германии. Но причем это не тот человек, которого мы можем назвать наш человек сегодня. А с Юрисом мы уже, наверное, лет 10, чуть больше плотно сотрудничаем и плотно знакомимся с Германией. Наша ситуация следующая. Например, мы берем какой-то объект. То есть мы по дизайну, по архитектуре, по техническому решению, то есть мы можем взять объект и довести его до конца. Но в Германии очень сложная налоговая и законодательная система. И не забывайте, вы всегда будете иностранцем, непонятным, и что от вас ждать, фиг его знает. Юрис – это тот человек, который проживает в Германии, понимаете, уже десятилетия. И человек, который занимается юриспруденцией, а и организацией юридической и общением с государством. Вот это нужный человек, знакомьтесь. Короче, так лучше сказать, что крышу мы делаем, крышу мы делаем, мы все. То есть мы находим от А и до З, мы находим объекты, ведем, то есть эти объекты. Пожалуйста, вы только стройте, если кого интересует. У меня еще есть каналчик, ребятки, можете подписаться. Называется «Германия на связи». Вот, теперь я расскажу свою историю, такую ненаигранную. Значит, моя история следующая. Мы в Германии, конечно же, много чего уже строили. И первый раз я, наверное, первый объект 8 лет назад сдал. Плюс-минус. Но у нас была такая ситуация. Однажды мы залезли в торговые центры и не позвонили Юрису. Так иногда бывает, что не до него. И после того, как мы отработали в торговых центрах, то так случилось, что у нас почему-то налоговая этой страны, Германия, к нам имела претензии. Сумма претензий, я уже сейчас не вспомню, примерно 80 тысяч евро. То есть, ты отлично сделал свою работу, никого не обманул, все четко, красиво сработал. И тебе прилетает иск на 80 тысяч евро. Заморозили, заморозили ваших денежек. Ну, то есть, ты приходишь, а у тебя замороженный счет в банке. И, соответственно, я звоню Юрису, и у меня паника. Чем закончилась эта паника? Он сказал, ты спокойно расслабься, дай мне 10 дней, и все у тебя будет хорошо. И вот это комфорт, когда... Десять дней и три, красавица. Вот, это, грубо говоря, понимаешь, когда ты просто занимаешься своими делами, и не занимаешься тем, в чем тебе разобраться, десятилетие уйдет. Просто позвонил Юрису, он решил все проблемы, прислал кучу бумаг, которые надо подписать, ты подписал, вернул их, и все, твой счет опять заработал, опять зафункционировал. Вот, когда ты такой огонь, и воды, и медные трубы прошел, когда ты, грубо говоря, судился с государством и выиграл этот суд, вот этот чувачок, хотя он такой забавный и больше похож на шутника, но я вам реально говорю свой факт. Вот моя история. Вот, поэтому в этот раз Юрис нам тоже предлагает парочку домов на реконструкцию. Соответственно, мы сюда приезжаем, и мы сейчас займемся тем, что мы их осметим, посмотрим, насколько они будут взаимовыгодны, взаимоэффективны. Юрис оценит все риски, и вот тогда мы уже можем клиенту на стол положить папочку. Вот, смотрите, строительная часть будет стоить таких денег, налоговая нагрузка такая-то, и возможные риски, и возможные решения этих рисков. Если я что-то не так сказал, ты добавь. Да, да, все так, все так. Мы так делаем, ребятки, мы так делаем. То есть, реально готовые, как бы я предлагаю продукты, то есть, не будет так, что какие-то косяки потом или что-то. Если есть у вас какая-то проблема, то есть, вы можете обратиться, и мы ее просто решим. То есть, не будет так, что что-то там не получилось, здесь можно было лучше. То есть, самое оптимальное, все будет в самые кратчайшие сроки, и недорого, и хорошо. По поводу и недорого, и хорошо. То есть, смотрите, как... Это агент, и у него есть агентская комиссия. Предположим, вам нужно подобрать квартиру или дом на покупку. Ну, например, вы хотите переехать или инвестировать какие-то средства. Вы просто звоните ему. Юрис возьмет сколько процентов за услугу? Ну, 7%. Ну, можно там еще говорить, но вообще 7% или 5%, если это строительная вы фирма, например, и хотите здесь вам нужны какие-то объекты. Если 5%, тогда процентов плюс бонусы, плюс плюшки. Ну, типа там соляру надо заливать, там ехать куда-то, там оставаться, отели, это все. Либо просто все вместе. Расходные, расходные части. Да, да, либо просто все вместе, 7% и все. Это тоже очень дешево, потому что в Германии все фирмы, любые строительные фирмы, любые строят и платят 12% то есть от бюджета, то чтобы находить рекламу, это все. Ну, от 12 до 20. Это стоимость, он берет 7. Чем он нам комфортен? Язык общения. То есть он и его персонал, его команды, они все говорят на нескольких языках. Как видите, отлично вращаемся на русском языке. И нам не надо еще языки изучать, понимаете? Ты просто в режиме онлайн позвонил ему или на WhatsApp, или на видео, и он решает все проблемы, включая мелкие бытовые, там, снять жилье для большой команды на долгий срок, то есть через букинг это будет одна стоимость, через него другая стоимость. И вот эти вот проценты, которые он как бы берет за свое обслуживание, они просто выходят в ноль. То есть, грубо говоря, ты бы без него это сделал дороже в любом случае. Да, да, ну, конечно. Ну что, наш паром? Приходит. Сегодня выходной. Сегодня, как известно, выходной в Германии работать нельзя. И мы движемся куда? В Schloss Benrad. Я не совсем понимаю, что это. Шлосс это замок. Ну, наш человек в Германии сейчас проведет нас, и нам все расскажет и покажет. Сидим в машине, да, и при этом, смотрите, мы плывем. Ну, прикольно. То есть, офигенная интересная штука. То есть, по Рейну ходят вот такие суда замечательные. И что они обычно перевозят-то? Все подряд. Газ, там, нефть, все это фигно. Какие-то химикаты тоже они там возят. Уголь. Потому что здесь, да, уголь. Потому что здесь огромный завод, Байер. А, Байер, да. Вот, они там что-то химикаты. Там у них свой огромный причал. И фактически оттуда, вот там есть еще с другой стороны этого Байера, есть Майкрософт и разные такие заводы. И для огромных яхт причал стоит. Потому что ты фактически отсюда, вот, ты выходишь в Северное море, и ты можешь в Нью-Йорку плыть. То есть, реально, ты отсюда выходишь в океан. Это реально крутая действующая экономика. Я обратил внимание на количество фур. На автобане едешь, запарковать фуру прямо невозможно. Количество пробки по 10 километров. И это все в действующей экономике. Все везут в произведенный какой-то груз, товар, что-то еще. Да, да, конечно, экономика сейчас гремнет. Вообще, везде у нас за место реклама сейчас в Германии идет. Там какие-то рекламы по телевизору у нас показывают. Приходите в нашу строительную фирму работать. Макдональд, везде, где идешь, везде. Нам нужны люди, нам нужны люди, нам нужны люди. Сейчас украинцы к нам бегут. И поэтому все радостные. Потому что некому работать. Понимаешь, что есть везде требуется. То есть, экономика вообще идет вовсю. Там какие-то 3% без работы. Это называется по-немецки фольбер-шефтинг. То есть, полностью все работают. То есть, максимальная занятость. Ну, вот еще одна причина, почему нас туда вызывают. Потому что в комментариях пишут, что вас там русские олигархи зовут. Да нет, просто реальная действующая экономика может себе позволить. А количество людей не хватает на рынке, да? Да, да. У нас здесь как бы в России это олигархи. У нас здесь много очень таких людей есть. Которые там миллион, два миллиона у кого есть. А у кого там 300 тысяч, это даже у студентов здесь. Поэтому очень-очень много, да, нищие, просто очень такие богатые люди. Которые хочут там в дом строить, что-то делать. В этом как? Понимаешь, момент спорный, реконструкция с моей чего? Здесь же есть исторический код какой-то. И у нас разве хватает лицензии? Ты нам сделаешь такую лицензию, чтобы мы такого рода проекты делали? Да, ну такие, конечно, это сложно будет, знаешь, как изначально доставать такие объекты, да? Но все латвийские, все документы полностью годятся в Германии. То есть абсолютно все, это год. Но мы же такой вот проект делали. Сколько тогда вы нам оформили документы? Порядка трех месяцев адаптация прораба документов ушла. Он же в основном идет. Ну сейчас можно это сделать быстрее, потому что у нас уже накатанное. Потому что мы как бы пробивали тогда пути. Но сейчас это все довольно-таки быстро. Сколько такое разрешение ты нам примерно оформишь по времени? Ну где-то около, я не знаю. Я думаю, что месяц-полтора вот так вот. А за восемь недель можно будет сделать такое разрешение на строительство? Понятно. Смотри, вот я на вскидку могу сказать, порядка двух тысяч евро у нас будет стоить реконструкция подобного. Да. На квадратный метр по полу. Ну, примерно. Это все абстрактно. Это может в теории десять тысяч. Но средняя статика в районе двух тысяч. Насколько мы конкурентоспособны будем здесь? Ну, очень-очень. Очень конкурентоспособны. Такие цены здесь даже нет у нас. То есть надо намного выше ставить. Но ты понимаешь, что это будет латышская фирма в командировке? Ну да, да. Понятно. Лучше надо делать, что здесь отдельно создавать вот эту структуру Вены. Это как она называется? Ну, местную структуру. Да, открывать здесь фирму, как бы, и тогда этой фирмой садить в нее туда прораба, все это дело, документы на эту немецкую фирму. А тогда уже ей брать эти объекты и самому своей фирме тогда в Латвии давать вот это дальше, как брать как субподрядчик и свою же латвийскую фирму. Насколько тогда было эффективно создавать эту структуру на нас? Ну, она особо ничего не стоит. Мы ее можем потом заморозить? Конечно, конечно. Если ничего не ведется, например, никакая работа, все равно эта фирма существует. Один раз в год объект надо сдавать только вот эти вот, что там по нулям ничего, работа никакая не ведется. Это может стоить 400 евро-500. И все, один раз в год такое. И все, и она сидит все время заморожена. Да, но ты понимаешь, что мы на себя берем, допустим, реконструкцию, реставрационные работы подобных сооружений. Окей. А у нас же есть еженедельные планерки, и ты обеспечиваешь перевод. То есть мы на этих планерках не сможем коммуницировать с немецкими архитекторами. Нам постоянно нужно быть переводчиком, постоянно. То есть я делаю это раз в неделю, происходит по пятницам всегда вот это. В Германии так заведено, что по пятницам. Приезжать с утра там где-то в 10, да, потому что это фикция, что говорят, что немцы уже в 6 утра работают. С 10 реально. Слушай, я говорю, я работаю в Германии в 6 утра всегда. Да? Да. У нас так мы собираемся. Час по авторбану. Час по авторбану. Может, это конторские. Конторские, да, собираются. В 10, в 10 тогда где-то всегда. Чтобы он не говорил, у нас у строителей это так. Ты в 6 утра 100%, нет, не в 6, ты в 5 с копейками должен проснуться, чтобы привести себя в порядок, покушать. Не забываешь, что на немецких стройках есть такая тупая традиция, ты одеваешь рабочую одежду на себя сразу и приезжаешь в 7, и у тебя с 7 до 8 бесплатный час, это планерка. Ты будешь рассказывать, что ты будешь делать с 8 до 5. И если ты не уложишься в этот отрезок, то твой рабочий день может увеличиться и до 8 вечера, да. А конторские, да, конечно же. Ну, в 10, в 10 собираемся, в 10 так бывает. То есть мы приезжаем и тогда рассматриваются, что на неделе произошло, что что нравится, что не нравится. Если есть какие-то изменения, здесь тоже надо очень смотреть. Ну, там я могу рассказывать бесконечно по длинности. То есть каждое изменение уже надо, когда делаешь договор, да, что каждое изменение какое-то из этого договора обязательно должно опять вноситься в договор, то есть новый записан. Говоря, мы в договоре прописываем, что эти все планерочки входят, ну, как у вас у немцев, все четенько расписано. И вы занимаетесь организацией финансовой, организацией документов, ну, как мы в прошлый раз работали. Да, денежки выбиваем тоже, чтобы смотрим, чтобы все конкретно платили, потому что есть такой апшлагсталинг, вот это, тогда эти деньги, тогда эти, потом эти, то есть все, это идет. Потом апмамы тоже мы обязательно записываем все конкретно, что как надо все, ну, вот когда в конце сделали уже объект, и последние транши, это тоже надо смотреть, потому что немцы очень любят последние не заплатить. Знаешь, как, ну, все, уже построили, спасибо, еще осталось там, может, 30 тысяч. Да, да, переведем, извините, не можем сейчас. То есть мы за всем этим следим, если что, инкасса у нас там и все такое. Да, то есть у нас просто, опять же, я не то, что я для вас рассказываю, как мы работаем для будущего клиента, да. У нас реально же наша ситуация, мы же закончили работы, то есть нам подписали акт сдачи приемки и зарезервировали 80 тысяч, все. И говорят, вы как бы все это время неправильно работали, неправильно платили налоги. То есть после того, как все работы были сделаны, ну, то же самое, что ты сейчас говоришь. И 80 тысяч, извините, вы что думаете, там прибыль у нас по 200 тысяч? Это деньги в работе, деньги рабочие. И я думаю, что меня многие бизнесмены смотрят. У нас, по крайней мере, по Латвии, какая бы фирма не лезла на немецкий рынок, все вышли с долгами. Все вышли с долгами. И не потому, что у них какие-то проблемы, а потому, что у немцев есть свой технический, детальный к этому делу подход. Очень много подводных камнях. И вот они живут на этих подводных камнях, они вот на этих юридических всех проволочках по факту и зарабатывают вот свои миллионы, если честно. Поэтому ты можешь прекрасно сделать свою работу, ты можешь все сделать с гарантией, все четко. Но неправильно поставлена запятая – это все. Ну да, они любят немцев, они уже знают примерно, куда можно вот эти капканчики кинуть. И они как бы это делают, то есть они любят. Потому что и сам виноват тогда, вот здесь неграмотно, здесь все намного дороже. И все, чтобы самому этот весь путь пройти, это надо минимум здесь два года отработать. Ментально, чтобы ты был немцем. Да, когда ты понимаешь, что как это делать, это намного дешевле, понимаешь. Потому что ты это делаю, если я это делаю для вас, тогда просто вы знаете, все нормально. Никаких проблем, вы можете 100% концентрироваться на своей работе, на строительстве и все. Да, и плюс не забывайте, вот опять наша ситуация. Мы сидим, например, но благо, благо, что мы занимаемся еще ландшафтами. То есть мы занимаемся тем, что не только реконструкцией делаем, да, старинных зданий, но мы вокруг этих зданий занимаемся ландшафтами. Техника бетонная зашла, помяли какие-то кусты. Сколько сумма штрафа там за эти деревья, помнишь? Да, да, то, что я рассказывал еще про эти деревья, что спиливать, да. То есть нельзя пилить деревья, тоже такое бывает, ну вот. И надо как-то строить, то есть многие смотрят, объект вроде хороший, там все, ну, все, давай, берем, подписали, все надо делать. Оказалось, что там стоят два дерева и башенный кран нельзя поставить. Это что, это значит, мужикам надо будет все таскать или как-то лифтами, или это все. Это все сразу же усмета очень удорожает. Эти деревья нельзя спиливать, ну вот. И они тогда пытаются звонить, разрешение получить на спиливание этих деревьев. Они говорят, за свидание только в следующем году, через 12 месяцев, и не вахт, что мы разрешат, там какая-то птица живет. Мы тогда просто делаем немножко по-другому. Приезжают дяденьки, такой старый немец на велосипедике, у него на багажничке такая эта фигня. Он говорит, ну что, вы будете пилить эти? Я говорю, да, будем пилить. Ну, я тогда за каждые тысячи евро штраф выпишу. Просто два тысячи евро штраф выписал, все мужикам пилить. Я просто скажу, что если бы он не решил эту проблему, то неделя неустойки в стройке, она бы стала там 10-20 тысяч евро. Плюс бывают смешные вообще казусы, когда на участке есть какие-то кроты, и этих кротов нельзя убивать. Они в какой-то там спячке. И то есть, ну, грубо говоря, я обещаю, что за 6 месяцев реализуют проекты реставрации. Должен здесь разбить клумбы, все как положено. И у нас получается, что из-за того, что там кроты спят, мы не можем производить эту работу. И ты со своей ментальностью никогда не решишь эту проблему. Вообще никогда. То есть, весь свой проект, там, миллион евро, он просто ставится под удар из-за крота. Ну, вот такова немецкая демократия. Это, ну, наверное, круто. Да, да, да. Но если еще идти к адвокатам, вот, например, у нас надо было дороги перекрывать, такие филигранты, готовые вот эти потолки такие, сразу платы с краном. Надо перекрыть дорогу. И тоже, там, звонили, там, пытались, они добиться, там, ничего нельзя. Вызвали адвоката, адвокат сразу насчитал, там, суммы, там, что он будет делать. Посмотрел, говорит, нет, извини, ничего не могу, помог. Я просто, я говорю, давайте, ребят, заплатите мне деньги, я выезжаю. Я приехал прямо туда на место, на объект, я говорю этому крану, давай, заезжай, все под мою. То есть, я смотрю, уже женщина выбегает одна, уже бежит. Вы что? Потому что они перекраты такие, здесь нельзя, там, перекрывать, вам надо перекрыть. Я говорю, так мы все перекрыли, успокойтесь. Она, не ври, я говорю, как, я же не вру вам. Она говорит, так это вы мне должны были звонить, это я в этой думе сижу. Она говорит, я вызываю полицию, ну, вот. И я просто на месте сразу же. Полиция приехала, эти мужики, я сразу к ним быстро подошел, я говорю, ребята, вы понимаете, мы не можем ждать туда с этим полицейским, пока я не сговорил, эти краны загрузили. И он говорит, ну, я там тогда здесь постою, типа, чтобы она там посмотрела. И штраф даже не выписал, то есть, даже бесплатно все это сделал. То есть, именно надо, как бы, на месте сразу вот отбивать вот это вот, вот такое вот. Но в нашей ситуации тогда было, у нас что-то там вилка 24 часа. Если бы эта бумага на 24 часа ушла бы позже, ты потерял 80 тысяч евро. То есть, часы оформления документов, вот ты что-то там оформил, и вот эти часы, они могут быть стоимостью там 80 тысяч евро. Для Германии это прям, это нормально. Да, поэтому вот этот бюрократический процесс, а точнее процесс демократии немецкой, он не позволяет тебе двигаться без юридической комплексной поддержки. Поэтому, как только мы приезжаем сюда, мы сразу звоним в нашу группу поддержки, и все документы отдаем им, доверие, ну, много уже десятилетия у нас доверия. Я уже не помню, или 12, наверное, да? Да. И они занимаются документами, мы занимаемся стройкой, и в этой тандеме, я говорю, стоимость этих процентов, которые они берут за обслуживание, это стоимость скидок в магазине, которые мне дают. Ты просто делишься и процесс закручиваешь. Вот, ну что же, мы теперь сейчас говорим о реконструкции старого здания, интересного старого здания. И если у нас все получится, то, смотрите, у Юрия есть свой канал. Вот, не очень-то мне он импонирует, у него несколько каналов. Канал о путешествиях его я смотрю, но у канала Германии я просто вне политики, а он такой политикан ужасный. И открою... Ну что, на Юрия Саренберг подписывается не надо. Я открою секрет, значит, мы из Латвии, а он тоже латыш, да? И это бывший депутат одной из крупнейших партий Латвии. И если бы их партия выиграла у нас тогда в Сайме, то... А ты бы она выиграла? Ну, как выиграла, если он находится в Германии, а все его однопартийцы разбежались по миру. Но они лоббировали очень шикарный проект, который превосходил на 3 миллиарда стоимость бюджета нашей страны, если бы вот вы реально выиграли и реализовали его. Как-нибудь поговорим об этом проекте, если кто из Латвии, кому интересно, как бы страна наша могла измениться, если бы ребята из команды Сороса не поставили тогда латышских депутатов на место. Я вам... Сейчас понимаете, как ему погоны здесь навесили? То есть это парень, который летал в Америку в Белый дом для... Не он, а он в составе делегации, да? Для улегурирования кое-каких юридических проволочек на уровне государства Латвии. Сейчас это наша поддержка, наш боевой товарищ, который помогает нам в Германии. Всегда приятно с тобой общаться. Ну что, пошли обсчитывать нас в Супердом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!